В деле об аресте в Дубае яхты российского предпринимателя Фархада Ахмедова последнее время стал акцентироваться религиозный аспект. Напомним, что яхта была арестована коммерческим судом Дубая, который находится в юрисдикции английского права, на основании решения суда Лондона по бракоразводному процессу между Фархадом и Татьяной Ахмедовыми. Это само по себе нонсенс, поскольку бракоразводный процесс относится к семейному праву. Решение по нему полномочно принимать суды общей юрисдикции ОАЭ, а не коммерческий суд. На днях совместный юридический комитет Международного финансового центра Дубая отклонил заявление адвокатов Татьяны Ахмедовой, в котором содержалось требование оставить дело, касающиеся ее прав на яхту Луна, на рассмотрение судов МФЦД. Это означает, что тяжба может быть продолжена в традиционном суде ОАЭ, страна мусульманская и суды общей юрисдикции основываются на шариатском праве. Этим объясняется упреждающий информационный удар юристов и пиарщиков Татьяны Ахмедовой. Недавно в авторитетном издании «Нью-Йорк Таймс» вышла большая статья, в которой приводится цитата интервью Татьяны Ахмедовой. Она заявила, что Фархат Ахмедов заходил в мечети только как турист, а за годы совместного проживания ей не доводилось видеть его на молитвенном коврике, но похоже, что авторы этого фейка ошиблись в расчетах. Они исходили из того, что норма шариата – это нечто особенное, специфическое и нужно произвести впечатление на судей. На самом деле, в данном случае речь идет о нормах общечеловеческой морали, которые отражены во всех мировых религиях. Фархат Ахмедов развелся с Татьяной после ее собственного признания в супружеских изменах, Татьяна даже не стеснялась приводить любовника домой, пока муж работал в Сибири. Фархат Ахмедов Такое же суровое наказание предусмотрено и в исламе. В настоящее время практики мировых религий стали существенно гуманнее, теперь вместо смерти наказанием за прелюбодеяние стал развод. В православии главной причиной, по которой церковный брак может быть расторгнут, является прелюбодеяние. В соответствии с исламом именно прелюбодеяние является единственной оправданной и законной причиной развода, таким образом, в части супружеских измен нормы морали едины для всех мировых религий. Они являются основой института брака, института семьи. Как говорил Карл Маркс, семья – ячейка общества, даже атеисты должны придерживаться общепринятых принципов морали, в противном случае разрушается семья. А когда разрушению подвергается множество таких ячейк общества, то деградирует и весь социум. Поэтому речь идет не о богословском споре, а о нормах порядочности, без которых невозможно семейные отношения. Татьяна Ахмедова бесцеремонно нарушила эти нормы. Фархад Ахмедов посчитал брак разрушенным и развелся с Татьяной, но ради совместных детей продолжал щедро ее финансировать. Однако Татьяне этого показалось мало и она с помощью своих адвокатов начала охоту на имущество бывшего супруга, судебные тяжбы и споры будут еще продолжаться. Но моральная оценка поведения у Татьяны Ахмедовой выносится обществом уже сейчас. Как ни пытаются специалисты по пиару найти оправдание ее действиям, общий информационный фон складывается явно не в ее пользу.